Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первое видео авторынок. Кстати, если вы до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют вакансии или машина в наличии, все это вы найдете по ссылочкам, которые будут в описании под видеороликом. Если вы живете в мегаполисе и подыскиваете себе машину, то, скорее всего, ваш автомобиль должен соответствовать следующим критериям. Машина должна быть практичной, экономичной и, желательно, симпатичной внешне. Ну а полный привод в данном случае будет плюсом даже для обычной легковушки. В принципе, всем этим задачам отвечает наш сегодняшний гость. Во нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про плюсы и минусы Subaru Impreza 5-го поколения. Пятое поколение модели Impreza дебютировало в 2016 году в двух вариантах кузовного исполнения – седан и хэтчбек. Кузовной индекс седана – ГК, хэтчбека – ГТ. На конвейере эта модель простояла до 2022 года. Шесть лет – немалый срок по сегодняшним меркам. Что касается вариантов по моторам, то для внутреннего японского рынка машины предлагались с одним из двух вариантов бензиновых двигателей – 1.6 на 115 лошадиных сил, либо двухлитровый агрегат на 156 лошадей. Коробки передач – только вариаторные. Никаких вариантов с механикой у гражданской Impreza больше не было. А по типу привода эти машины могли быть как с передним, так и с полным приводом тоже. Наш сегодняшний экземпляр – без пробега по России. Машина только приехала из Японии. Родной пробег – 119 тысяч километров. 2018 год выпуска, полуторалитровый мотор и полный привод. Impreza пятого поколения – автомобиль немаленький. Габаритные размеры хэтчбека. Длина – 4 метра 46 сантиметров, что на 16 сантиметров – короче седана. Ширина – 1,77 метра, высота – 1,48 метра. Колесная база – 2,67, а снаряженная масса этого автомобиля – 1360 килограмм. Максимально разрешенная полная масса – 1635. При этом машина маневренная радиус разворота составляет 5,3 метра. Что касается толщины красочного покрытия на кузове, то у Impreza в пятом поколении толщина окраса довольно стандартна для большинства современных японских машин. И разброс показаний толщиномера на кузове этого автомобиля лежит в диапазоне от 87 до 105 микрон максимум. Обзор автомобиля внутри начнем по традиции с багажного отделения. Доступ куда нам открывает широкая пятая дверь. Каталожный объем этого багажника – 385 литров. Возьмем рулетку и проверим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема в его средней части – это 102 сантиметра. Причем проем книзу не сужается. Высота багажного отделения от фальшпола до крыши – 76 сантиметров. Ширина багажника в его наиболее узкой части – это 109 сантиметров. А расстояние до спинки заднего сидения – 81. Само собой разумеется, спинки сидений можно сложить для перевозки крупногабаритного груза. Только в отличие от универсала Subaru LeWork здесь это делать придется руками. Никаких дополнительных клавиш уже не предусмотрено. В ровный пол сидения не сложатся. Здесь будет ступенька. Но при этом полезная длина багажного отделения у вас значительно возрастет. Где-то до 1,62 м. Ну а если протолкнуть длинный груз между передних кресел, рассчитывайте на длину в 2,50 м. Что касается каких-то дополнительных удобств багажника Impreza, здесь их на самом деле немного. Но присутствуют в большом количестве крючки, за которые можно зацепить сетку для фиксации груза. Кроме того, есть плафон освещения по левой стороне с кнопкой принудительного включения. Ну а под фальшполом в нашем случае будет располагаться формованная пенопластовая ниша, в которой располагается штатный инструмент. Домкрат, буксировочная петля и ремнобор для колес. Никакой запаски даже в форме докатки в данном случае производитель не предусматривает. Ну а теперь про салон 5-й Impreza. Начнем, пожалуй, с посадки за рулем. При моем росте 1,86 м мне достаточно быстро удалось подобрать здесь для себя удобное положение. В данной комплектации сидение не имеет электрической регулировки. Это значит, что регулировать наклон подушки кресла вы не можете. Для кого-то это может представлять определенное неудобство. Кресло имеет профиль, правда, довольно слабо выраженный. Но она присутствует. Диапазон регулировки сидения в целом достаточен. Можно отодвинуться далеко и при этом при моем росте 1,86 м я могу выпрямить левую ногу в колене. Для нормального положения за рулем придется пододвигаться поближе. Кстати, рюлевая колонка здесь регулируется в двух плоскостях. А вот диапазон этой самой регулировки здесь очень большой. Особенно это касается регулировки по вылету. Поэтому можно предположить, что в импрезе пятого поколения даже человек высокого роста разместится с комфортом. Сам руль в данном случае пластиковый, но при этом надо отметить не скользкий. И нагружен полным набором клавиш. Правая сторона отвечает за систему круиз-контроля. А поскольку эта импреза имеет на борту систему iSight, то круиз этот адаптивный. Автомобиль умеет выдерживать заданную дистанцию до впереди едущей машины. На трассе крайне удобная функция. Также здесь есть контроль движения в полосе и система предупреждения столкновений. Левая сторона рулевого колеса – это управление магнитолой. Внизу клавиша переключения режимов работы бортового компьютера. И с левой стороны рядом с кнопкой выбора источника звука присутствует кнопочка «Инфо», позволяющая вам листать меню бортового компьютера на центральном дисплее, где вы можете посмотреть массу информации по автомобилю. Например, какие конкретные системы безопасности сейчас активны. Посмотреть распределение крутящего момента по осям. Есть на борту креномер, правда не совсем понятно, с какой целью он здесь. Сюда же можно вывести показания температуры охлаждающей жидкости, температуры масла в двигателе, средней скорости и экономайзер, который показывает вам, каким средним расходом вы передвигаетесь. Ну и, конечно, часы с календарем. Комбинация приборов здесь тоже очень удобная. Шкалы аналоговые, по центру большой цветной дисплей бортового компьютера. Что касается разного рода клавиш, кнопочек и так далее, здесь на самом деле их не столь много. Под правой рукой на дверной карте удобно расположен блок управления стеклоподъемниками. Передние стекла имеют автоматический режим. Боковые зеркала с электрорегулировкой, плюс есть функция складывания. Право от рулевого колеса внизу располагаются дополнительные клавиши, количество которых зависит от комплектации машины. Но в обязательном порядке здесь будет система стабилизации, старт-стоп, регулировка яркости комбинации приборов и корректор фар. Подрулевые переключатели здесь удобно пользоваться просто, тянуться никуда не нужно. Они на своем месте. Также у вариатора здесь есть ручной режим, в котором коробка имитирует 7 виртуальных передач. Управлять переключением вы можете при помощи подрулевых лепестков. С левой стороны у нас клавиша сброса показаний одометра. Ну а по центру панели под кармашком и обычной двухдиновой магнитолой располагается блок управления климатом. Графика показания температуры и оборотов отображаются на верхнем дисплее. Ну а здесь три удобные поворотные ручки. Одна отвечает за режимы обдува, вторая за непосредственно скорость работы вентилятора, ну а третья, конечно, за температуру. Климат-контроль однозонный, но полностью автоматический. Селектор коробки передач с прямой прорезью и с курком блокировки. Из дополнительного только клавиша системы противоотката при трогании в гору и электронный ручник. Что касается бардачков ниш и подстаканников, здесь то по центру консоли у нас присутствуют два довольно вместительных подстаканника. Внизу полочка, куда можно спокойно разместить современный мобильный телефон с большой диагональю. Основной бардачок не поражает воображение своими габаритами, но достаточен, в том числе для размещения здесь документов или чего-то более крупного. Внизу дверных карт есть не длинные кармашки, передняя часть которых отформована под бутылочку, а в центральном боксе достаточно пространства, чтобы заскладировать сюда, например, большую стопку компакт-дисков или чего-то подобного. Здесь же прячется 12-ти вольтовая розетка. Вторая по счету первая. Внизу центральной консоли и достаточно глубоко. Но помимо 12-ти вольтовой розетки, здесь есть также два USB-разъема для зарядки мобильных устройств. Что касается обзорности, как и на большинстве Subaru последних лет, придираться здесь не к чему. Дополнительные маленькие окошки в дверях способствуют исчезновению мертвых зон при поворотах направо-налево, то есть пешехода вы уже не пропустите. Передняя панель здесь низкая, лобовое стекло далеко от вас. И на импрезе пятого поколения вы наконец-то видите габариты автомобиля. Капот здесь большей частью видимый. Боковые зеркала по площади большие, пользоваться ими удобно. Особого привыкания они не требуют. Ну а что касается обзорности назад, то в данном случае у нас хэтчбэк, который кончается почти сразу за задним стеклом, и парковаться несложно. Плюс машина оборудована парктрониками, которые имеют графическое отображение на дисплее бортового компьютера. Но если речь пойдет о седании, конечно лучше, чтобы машина была дооборудована камерой заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. А на заднем ряду все в порядке по части места. Здесь есть довольно приличный запас над головой, хотя мой рост метр восемьдесят шесть. Есть запас и до переднего сидения. Колени с ним не контактируют. Удобно и то, что достаточное количество свободного пространства для ступней остается под самим передним креслом. Заднее сидение, кстати, заметно выше, чем переднее, как в амфитеатре. И что самое примечательное, бедро в данном случае имеет опору. Когда подушка слишком низкая, это неудобно, поскольку нога в таком случае будет находиться большей частью на весу. Из недостатков посредине на полу есть довольно высокий тоннель, который будет мешаться среднему пассажиру. Но при этом само сидение практически никак не отформовано. Оно плоское, так что трое не слишком плечистых людей здесь все же сядут. По части опоры под локти на дверной карте присутствуют подлокотники. Причем в данном случае они отделаны материалом, напоминающим кожу и мягкие. А по центру присутствует откидной подлокотник. Удобный в плане своего расположения. Плюс в нем же есть два подстаканника. Но больше никаких дополнительных удобств, кроме крючков для одежды рядом с ручкой на потолке, здесь, увы, не предусмотрено. Что касается двигателей, под капотом импреза пятого поколения стояло два варианта моторов. Оба относятся к одной и той же серии FB. Младший в линейке FB16, который выдает 115 лошадиных сил и 148 ньютонометров крутящего момента. Это оппозитник, четыре цилиндра, цепной привод газораспределительного механизма. Но гидрокомпенсаторов на этом двигателе нет, как нет наддува и каких-то дополнительных усложняющих конструкцию систем. Кроме, пожалуй, системы AVCS, то бишь изменения фаз газораспределения. Вполне возможно, что FB16 не впечатлит показателями мощности. И да, этот мотор не наделяет импрезу урагана динамикой. Но двигатель этот по-своему хорош. Он экономичен и, помимо прочего, еще и крайне надежен. По сути дела, слабых мест у этого мотора не так уж и много. Ресурс подобных двигателей, даже в варианте с турбины на 170 лошадиных сил, которые, правда, на импрезу не устанавливались, порядка 250 тысяч плюс. Атмосферник способен проехать больше. Объем заливаемого сюда масла почти 5 литров, а вязкость 0W20. По сути дела, пока все основные вопросы, которые так или иначе к этим двигателям относятся, это выход из строя катушек зажигания. Но такое случается, к сожалению, на очень многих автомобилях. Необходимость время от времени чистить дроссельную заслонку. Особенно в случае, если вы наблюдаете симптомы наподобие плавающих оборотов холостого хода. А вот к расходу масла на угар именно версия 1.6 как раз-таки абсолютно не склонна. И получить здесь расход масла можно, пожалуй, только предварительно перегрев двигатель. Так что, если вам в основном нужно перемещаться по городу, вы смело можете остановить свой выбор именно на таком силовом агрегате. Второй двигатель тоже атмосферный, имеет объем 2 литра. Его индекс FB20D. И это более современная версия FB20, которая появилась в 2016 году. Этот мотор выдает 156 лошадиных сил и 196 ньютонометров крутящего момента. Это тоже оппозитник, 4 цилиндра, цепь, АВЦС. Все, как у предыдущего младшего собрата. Он, разумеется, более тяговитый. Но при этом, помимо прочего, к сожалению, чаще замечен за подъеданием. Масло, причем, подобное случалось на автомобилях даже с относительно небольшими пробегами. Так что, если вы осматриваете двухлитровую импрезу, начните с проверки уровня хотя бы. Но в процессе эксплуатации заведите себе привычку раз в тысячу километров проверять уровень и при необходимости его корректировать. Особенно, если ездите активно. Хотя не факт, что именно на вашем экземпляре вы с такой проблемой столкнетесь. Объем масла здесь тот же 5 литров. Интервал замены крайне желательно подсократить хотя бы тысяч до 8. Вязкость 0,20. Что касается вариаторных коробок, здесь стояли фирменные субаровские цепные коробки Lineartronic, которые, соседствуя даже с моторами большего объема и мощности, спокойно себе проживают свыше 250 тысяч при условии регулярной замены рабочей жидкости. Однако имейте в виду, что рекомендованная фирменная оригинальная жидкость Subaru достаточно недешево. И полная ее замена – мероприятие, требующее определенной финансовой подготовки. Однако ресурс подобной трансмиссии с лихвой окупает подобные инвестиции. Ну а перед тем, как посмотреть на импрезу пятого поколения снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Для этой модели клиренс по каталогу всего 13 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти цифры действительности. И, как показывает практика, да, соответствует. Наименьшее расстояние до асфальта здесь, по центру, под защитой моторного отсека, ровно 13 сантиметров. При этом, надо сказать, что края бампера находятся выше, где-то на отметке около 18 сантиметров. Но низкая часть машины посредине начинается примерно отсюда. Помните об этом, если паркуетесь к высокому бордюру. И тем более не рекомендуется пропускать высокие колодцы между колес. Расстояние от асфальта до порога за передним колесом 15 сантиметров. Задняя часть чуть повыше 16 сантиметров. Ну а расстояние до заднего бампера это 25 сантиметров. Так что, если вам надо припарковаться к высокому препятствию, паркуйтесь задним ходом. Что касается подвески, у импрезы этой генерации ходовая часть здесь больше настроена на комфорт. Эта машина не настолько жесткая, как, например, Леворк. Но, несмотря на это, управляемость на уровне. Не в последнюю очередь благодаря полному приводу. Что касается конструктива, то передняя подвеска здесь, естественно, типа Макферсон. Причем нижние шаровые опоры в рычагах на болтовом соединении. То есть поменять их можно отдельно, не демонтируя весь рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае у нас закреплен ближе к передней части автомобиля. Но при демонтаже пластиковой защиты доступ для замены втулок здесь отличный. Никаких проблем с этим не будет. Что касается антикоррозийной обработки, то поскольку машина для внутреннего японского рынка предполагает здесь наличие солидного количества антикоров было бы опрометчиво. В принципе, так оно и есть. В основном мы видим только шовный герметик. Но, тем не менее, частично на лонжероны и на пороги с внутренней части все же антикорр нанесен. Однако, если вы планируете использовать автомобиль в регионах с большим количеством реагентов на дороге, мы бы рекомендовали произвести дополнительную обработку. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Сделан он из пластика. Его объем 50 литров ровно. Задняя подвеска у импрезы, в отличие от большинства представителей подобного класса, многорычажная. Здесь по 4 рычага на каждую сторону, плюс присутствуют шаровые соединения. Так что при осмотре подобного автомобиля на исправность всего этого хозяйства в задней подвеске лучше обращать внимание заранее. Что касается полного привода, то у этих автомобилей стоит так называемая система активного управления вектором тяги. Если сказать проще, система АВД построена вокруг многодисковой муфты, которая может обеспечивать различную степень блокировки межосевого дифференциала. Эти автомобили в повороте могут подкручивать внешнее колесо, при этом подтормаживая внутреннее. Что очень положительным образом сказывается на управляемости. А распределение крутящего момента по осям по умолчанию здесь 60-40 в пользу передней оси. Кстати, тормоза у этого автомобиля в круг дисковые, а электроручник воздействует на основные суппорта. Пружина и амортизатор сзади также объединены, то есть здесь используются те же стойки. Таким мы увидели сегодня хэтчбэк Subaru Impreza 5-го поколения. Напоминаем, автомобиль 2018 года выпуска с мотором 1,6 литра на 115 лошадиных сил, вариатором, полным приводом и пробегом по Японии 119 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали достаточно и есть чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной машины, ваш комментарий будет полезен. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видео в эфир машина все еще будет в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию, включая цену, которая может со временем меняться. Уточняйте, воспользовавшись контактным телефоном в описании. На нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Если обзор понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И до новых встреч в эфире. Пока!